Начнём. Идите сюда, кто на занятия остался. Идите сюда, кто на занятия остался. Мари, молись. Господи, благослови наши занятия. Благослови нам, чтобы назидаться знаниями во спасение. Помоги положить это всё в наше сердце, дабы нам приобрести мудрость. Тебе за всё слава, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Продолжаем исследование Священного Писания, Евангелие от Иоанна. Мы проходим 12 главу. И с 25 по 26. Давайте, наверное, с 20 по 24, потому что давно уже было. Ещё разок пройдём. Очень интересное место Писания. Оно меня так заинтересовало, что я с него начал свои лекции о деяниях святых апостолов. И вначале я назвал, как Иоанн Златоуст, деяния Духа Святого. Именно с этого места я начал. А почему? Вот сейчас мы узнаем. Глядите, какое странное место вообще, очень. Ещё раз скажи. Оно трагически драматическое. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 20-24 стихи. От Иоанна, 12 глава. Надо запомнить прям её. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской. И просили его, говоря, Господин, можно фильм снимать? Нам хочется видеть Иисуса. Филипп идёт и говорит о том Андрею. Видите, почему-то идёт Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. В твоём уже. Вот интересно. Иисус же сказал им в ответ. Пришёл час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина, говорю вам. Если пшеничное зерно, падше в землю, умрёт, то принесёт много плода. Вот так. И а дальше, следующее, то, что мы сегодня должны проходить. 25-26 стихи. Любящий душу свою погубит её. А ненавидящий душу свою в мире всём сохранит её в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Вот так вот. Когда нужно было узнавать, что Господь Иисус Христос Бог, в какое время? Вопрос стоит. Можно ли было узнать, что перед нами Бога-человек? Ну, из этих слов. Такие слова, вообще странные слова. И вообще, как поступки их. Самое главное, то, что Филиппа обескуражило то, что подошла, ну, такая, ну, столько людей из язычников, причём. И хотят поговорить с Иисусом Христом. Ну, они что, не могли сразу к Иисусу подойти? Иисус Христос, он что, как какой-то президент, что ли, охраняемый? Ну, не так же. Ну, конечно, нет. Они могли легко подойти и поговорить с ним. Они действуют по-другому. Почему? Вот это говорит о том, что Дух Святой, страх Божий, действует, вот так действовал на людей. И вот этим страхом движимые, они подходят к Филиппу. Почему именно к Филиппу подходят они? Почему не к Фармалаилу? Не к Нафанаилу? Почему не к Иоанну? Почему именно к Филиппу они подошли? Думается так, что Филипп мог разговаривать на их языке. У него имя-то Филипп. Если мы его разберём, то это Филипп, это македонское имя. Имя из Греции. То есть, с каких, как говорится, щей-борщей, если мы, как-то наши исконные блюда. Откуда Филипп, имя-то? Значит, что-то там было нечисто, как сказали в собачьем сердце. Не водолаз ли была бабка моя? Поэтому... Русский космонавт Герман. Да, русский Герман. Почему говорит Герман? Откуда Герман? Да потому что очень любили Пушкина, пиковую даму. А там Герман, главный герой. Вот прямо и так и назвали. Кто знал-то, что он полетит первый в космос? И кто знал, что к Филиппу подойдут язычники, когда он будет с Иисусом Христом, Богом, Человеком рядом? И они просто увидели его, видать, и услышали что-то или что. Ну, тут просто не говорится до конца. А вот если бы какой-то кинематографист такой захотел бы снять, можно было тут горячо потрудиться. Но вот что-то он где-то разговаривал с кем-то или что там. Кому-то помог, может, из них. Вот, допустим, я. У меня сейчас таджики рядом со мной построили уже здание автосервис. Вот прям забор. Таджики. Заир и Джамшут. Вот так. Ну, как вам, таджики? Хорошие ребята. Заплатили за электричество. Я одну розетку им провел. Они меня за все электричество три месяца подряд платили. И я говорю, ну, вы же за все платите. Да, мы знаем. За все. Мы за все заплатим. Потому что, ну, ты потрудился, ты нам дал это. А кто? Другой бы не дал никто. А вот ты дал. И я у них прохожу, как дядя Игорь. А почему? Когда-то, лет 10 назад, двое из них за деньги поработали на нашем огороде. Мама их наняла, пока меня не было, я работал. И они там на огороде поработали. И вот я потом приехал. И они приходили к маме туда в гости. Мама жила. Вот. Одного звали. Сейчас я даже сейчас не вспомню. Такие имена тоже у них. Я прям записывал. Ну, в общем, по-другому звали их. Эти двое были. Это другие были, а не вот эти, которые были? Нет, 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 это другие. И потом осенью и по весне они заходили к нам что-нибудь это, поесть просили. И мы им все время давали что-нибудь поесть. Крупы там набирали, там, что там было у нас. Лапша какая. И им давали масло растихенное. И все, и вот так несколько лет это продолжалось. Потом вот года три они уже не появляются. И у них так я и прошел, дядя Игорь. И они все дети маленькие идут. Здравствуй, дядя Игорь. То есть вот такой странный народ. Понимаете? И я тут тоже говорю. Филипп, вот что Филипп-то что-то сделал для них, может быть. И они подошли именно к Филиппу. А Филипп, он меньший, чем первозванный Андрей. Он, видать, и возрастом был меньший, и себя считал меньшим духовно. И он подходит к Андрею первозванному. А Андрей напрямую мог подойти уже к Господу. Вот такая иерархия, братья. Иерархия есть. Как она выставилась? Ну Господь вот так выстраивает ее. И она стопроцентная. Почему? Потому что вот Господь что в этом увидел? Представьте себе. И после того, как подошли они, ну что случилось? Подошли язычники, попросили встретиться с Иисусом Христом. Но это не просто были язычники. Это была делегация от Вселенной к Иисусу Христу. И Господь сказал, все, пришло мое время. Какое время, Господи? Меня никто, мы только начали занять, я вопрос задал. С какого времени, события, с какого мы должны узнать, что Иисус Христос Бог? Что Он Бога-человек? С какого? И сестра, совершенно правильно сказала, невозможно было узнать, что Он Бог. Невозможно. И Господь говорит, видите, после того, как сказал, пришел час прославиться сыну человеческому. Прославиться сыну человеческому. Как, что такое? Ну, прославиться царем сделаться, его все знают, это понятно же уже. Ну, изобретение какое-то изобрести у них тябок не хватило тогда технического. А прославиться, то есть что-то такое совершить, сказать что-то такое таинственное, что люди все, ничего себе. Но, дальше-то он, как говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то принесет много плода. Вот, зерно пшеничное умрет, совершенно понятный пример для людей, всех, наверное, людей, даже те, которые в Сахаре живут, потому что все любят пшеничку. Из пшеницы вот эти вот лепешки, ну, в общем, ладно, из других тоже вкусные получаются, очень вкусные продукты. Поэтому, да, мы хотим много плода, мы очень много хотим плода, Господи. А при чем здесь умрет? А как понять, умрет, а прославится? Что, о чем идет речь? Давайте почитаем. Толкование, а то мы не разберемся. По причине красоты храма и чудес, передаваемых у иудеев, многие из эллинов пришли поклониться. Вот такая причина-то. Красота, вот это вот, огромные камни. И люди просто удивлялись, как так это построено? Кто это построил? Небожители какие-то? Или с помощью Бога их? Как они такую красоту сделали? Они были близки к тому, чтобы стать и пришельцами, то есть принять иудейство. Ну, а принять иудейство – это обрезание. А обрезание, сами понимаете? Нет, ну, вы не понимаете, но кое-кто понимает. Что такое, представьте, обрезание? Обрезание – это ая-яйка. Тем более во взрослом возрасте. Ну, это все говорят. Дети не так переносят. Такие. Когда дошла до них молва об Иисусе, они подходят к Филиппу и просят его доставить им возможность видеть Иисуса. Филипп по смиренному мудрю и благочению говорит Андрею, как выше у себя. Видите, выше у себя. Вот мы должны спокойно между собой, вот в нашем братском общении, спокойно должны относиться к тому, что кого-то мы считаем выше себя. Вот это должно быть у нас, ну, мы должны это чувствовать. Страх Божий должен нас вести. Дух Святой должен показывать, что здесь это именно правильно мы делаем, что не возмущаемся, не начинаем бить себя в грудь, а я вот там регалии какие-то показываю. Вот так. Андрей не берется за доклад, не решает этого сам собой, но взяв с собой и Филиппа, осмеливается доложить Иисусу. То есть и Андрей поступает тоже не так, что да, я действительно выше тебя. Нет, конечно. То есть берет брата своего Филиппа во Христе, ученика Господня, которого очень уважает, понятно. Почему его? Другие отошли как-то или еще что-нибудь. Они бы и все пришли к нему, ко Господу. Как мы видим, они гульбой же ходили. Такой добрый порядок и взаимная любовь господствовали между ними. И Господь говорит, да любите друг друга, и поэтому все узнают, что вы ученики мои. Да любите друг друга. И вот через это да любите, вот люди и узнают. Вот очень сложно показать да любите друг друга. Это надо как бы находиться среди этих людей, чтобы увидеть, любят или не любят они друг друга. Что же Господь? Поэтому Господь вот, Он нашу общину не раскрывает. Не раскрывает. Ну и как под спудом. Знаете, этих ракушек очень много. Но жемчужина, вот такущая огромная, она в одной лежит. И они все одинаковые ракушки. Не надо вот такую гигантскую, чтобы там вот такая была жемчужина. Они все одинаковенькие, а в одной из них огромная жемчужина. И поэтому открываешь, 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 а жемчужины все нет. А почему? Для того, чтобы ее найти, нужно откровение свыше. Для этого нужно начинать молиться Господу. Или, а с чего? Слушать. Слушать. Или собственное внутреннее желание. Какое желание? Души. Какое? Душа любит слова Божьи. Каждая душа в человеке любит слова. Это ее питание. И если этой душе дать питаться, то увидите, что произойдет. Тело вострепещет. И если оно не подготовлено, туда войдет прям сатана. Прямо между душой и телом входит сатана. И начинается такое. Но это же не часто бывает. Господь попускает так показать вот эту борьбу внутри человека и самого человека. И как нам, я кстати вчера детям как раз рассказывал, союз души и тела. Они многие не постятся. У них там бабушки, дедушки. Они где-то там в школах. И там котлеты эти им подкладывают сосиски. И они не могут отказаться. И я им рассказывал, это все потому, что ваше тело преобладает над душой. А как сделать так, чтобы душа над телом преобладала? И не надо даже, чтобы она преобладала, была владычицей. Нет. Они должны быть союзны. Союзны. По-циклонно-славянски. То есть и тело, и душа должны в одном гармоничном союзе идти вперед. И душа должна понимать, что телу тяжело. И тело тоже должно, когда надо подчиняться и склонять голову свою. Вот. И у меня вот такие постоянно идут с моей душой беседы. Когда тело вот ленится, или, как говорит, я устал, или там болит, или еще что-нибудь. А душа говорит, а как же мы с тобой без гармоничного такого союза дальше пойдем? Давай сегодня вот будем читать вот это вот. Надо же, глядя, у меня еще, ладно, готовиться есть. Лектория-то у меня все время, дети еще. У меня, вот я закончил вчера с ними, а у меня уже голова и сердце болит. Что им рассказать на следующую субботу? Ну, что вот ей рассказать, чтобы она сидела и слушала меня? Вот. Вот я им рассказывал 20 лет, ровно 20 лет. Вот тут вот я им рассказывал, давали мне возможность. И они меня сейчас назвали странным персонажем. Нормально? Вот они, кому я рассказывал это. Они большие уже, им по 20 с лишним лет. Неоднозначный, говорит, персонаж вы. Персонаж. 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 Ну, я не знаю, как это может нестись, Марине сказал, Марина. Кошмар, говорит, вот это, дотрудились, говорит. И я, более того, я сказал это на одном из наших встреч с детьми. Я говорю, я пою им там песнопение. Я говорю, ну вот песнопение, привет вам, Христово, цветущее племя. Я у меня пока, говорю, язык не поворачивается вам спеть. И нашим тоже, я не хочу никому петь это песнопение. Какое оно, привет, цветущее племя. Вы покажите, что у цветущее племя, тогда я вам спою о нем. Говори. Я хотела тайну открыть. Вот то, что они вкладывают, дети, слова. Какой смысл? И какой мы вкладываем? Это разное. Поэтому они нас не понимают, а мы на разных языках. А разве это может быть такое? Да. Тебе сколько было лет, когда ты пришла, сестра? Ну, я к Надежде обращаюсь с сестры. Девятнадцать. Надежда Александровна. Девятнадцать? Да. Девятнадцать лет. А эта душа, которая мне сказала, этой душе 22 года уже. Уж можно определиться? А в девятнадцать лет Надежда Александровна была друг всем нашим бабушкам. Ну, даже не бабушкам, тетушкам, которые были. Ничего, нормально. Нормально же мы... Так, куда-то так, чтобы тебя видно было. Так, где... Не закрывай сестер. Так, не, сюда не видно будет. Так, подвинься немножко. Владимир. Да, давай. Ты что-то замерз? Да, что ты? Семьдесят тысяч. Да. Игорь, вся разница в том, что я пришла сюда осознанно, они этот выбор не делали. Вот поэтому... И поэтому я к тебе могу спеть. Привет вам, Христова, цветущее племя, рожденное в бурях, в великой судьбой. Слова-то какие. Вас грозно встречает последнее время. Игнатик, значит, об этом говорил. Зовет на последний решительный бой. Ну, как я могу вот ей это спеть или еще кому-то? Они же никакие. Они амебные все. Они ничего не могут показать. Они даже поздороваться не могут. Уже замуж выходит старшая, она не может со мной поздороваться. Муж ее, он не может на меня взглянуть нормально. Я ему говорю, ты слышишь меня? Сел букой вот такой, уперся. Чувствуется, как оглобля стальная. Кто муж? Ну нет. Муж, жених или муж? Ты проколол. Да что ты такая волнительная-то, переживательная. Муж это Костя, а жених это... Слушай, Лена, давай записывай там, и потом будешь вопросы задавать. Ты 30 лет уже в общине такие вопросы задаешь. Ты путаешь, может. Ладно, все, давайте дальше по теме. Давай это. Я к тому говорю, что кому петь-то это? Привет, там Христово цветущее племя. Некому. Нам, с Юлей, вот с Леной. Да, да, вы молодежь для меня, конечно. Да, мы тоже уже. Нет. Цветущие. Не, ну для меня вы еще цветущие. Для меня-то да, это я уже начинаю заведать. Хотя Господь выпрямляет меня через собаку-чару. Познакомился с врачом, когда собачку мы с себе взяли. И врач этот привез. И меня он пригласил к себе. И вот через, знаете, называется, я сейчас скажу вам, я говорю, а что вы мне делаете вообще такое? Он говорит, это называется биорезонансная... Блин, у меня глаза светят. Биорезонансная, как она? Терапия. Биорезонансная терапия. Понятно? Аппарат? Да, аппарат. Единственная, наверное, здесь у нас. И такие вот записывает. Нет, биорезонансная терапия. Записывает на меня, такой провод одевал там. В общем, и... И такой еще этой штучкой меня. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Видела? Нет-нет-нет. Резонанс именно. Подносил прям ко мне. Резонансная? Да, и там бум-бум-бум. И вот этими звуками. А, звук? Да, да, да. Как микрофон такой. И он вот так тут водил рядом. И этот удар идет такой сильнейший, и он останавливается. Там какая-то типа частицы в этом... Летает, и она останавливается, а сама энергия уходит. Звуковая вот эта. Понятно, да? У меня ничего не понятно еще. Ну, поэтому... Ну, помогает? Ну, ты же видишь, как я ходил на двух палках. Или не видела? Ну, да ладно, это же не выходит. Потом узнаете. Уехал этот врач же уже. Да нет, он здесь живет. Да, надо деньги просто платить и ходить к ним. Сейчас там у них платно стало. Да, делал бесплатно у меня целый год. Меня Володя к нему водил. А теперь я уже сам могу идти. А дорого? Я откуда знаю? А, вообще, ну, две тысячи он сказал. А один сеанс. Опять о болячках. Нет, ну, Игнать, идти ночью можно о болячках? А нам, значит, нисколько нельзя о болячках сказать. Ну, когда заболела, понимаешь, тогда уже припекло. А когда ты не болеешь, что? Ля-ля-ля-ля, три рубля. Я тоже молодой такой был. Просыпался, потянулся сразу и пошел, побежал вперед. Благие дела делать. Чего молодежь-то? Ну, как маленькие. Ну, заболели. Что теперь сделаешь? Да, мы же не о той болячке говорим, о которой нельзя. Нет, мы берем болячку. Мы ее разглядываем, мы ее рассматриваем. Мы ее препарируем. И это, ой, какая болячка. Я вообще ничего в медицине не понимаю и не хочу понимать. Мне вот эта медицина горела синим пламенем. Но я попал вот к медицине, к сестре. Вот. И вот они меня там выхаживают. Три раза подряд. Вот заняться мне, что ли, нечем? Три раза в течение двух месяцев. Надя уже привыкла. Когда там в следующий раз-то приедешь? А оказалось все, что у меня прохудился желчный пузырь. Прохудился, оказывается. А я пожелтел. У меня желтуха. Представляешь? Не родила теле. Не родила теле? Пять дней поста. Начало поста, 17-й год было. Пять дней я ничего не ел. Два с полной суток ничего не пил. И прихватила дурака. Похудел? Похудел на 10 килограмм. Но зато пошел. Потом опять набрал. Потом опять набрал. Вот дураку за 50 лет было уже. А как это ребенок? Право слово. Но поэтому я говорю, что вот он говорит, мне 18 лет, а мне 16. Я себя чувствую на 16 лет внутри себя. Вот такой энергичный и так далее. Да. Нет, кстати, такой же у тебя с этим постом. А я изнатихно еще говорит, врешь обманщица плоть. И я поклон это делала в Великий пост. И чувствую, что-то в спину-то прихватывает. Я ей врешь обманщица. Как сделала, так упала. Все, да? На карачках? На бок завернула. Дима меня на диван закорячил кое-как. Я неделю там пролежала. На долго ли дураку стеклянный лоб называется это? Вот это все к нам обратили. Поэтому ревность глупая тоже не кроется. Да, согласен. Детели покажут. Согласен. Я очень рад, что ты сейчас здесь вместе с нами. Да. Полина, что там? Кстати, я поздравил нашу сестру. Кто не знает. Сестру нашу Елену. Поздравил с достижением великим в ее семье. Ее дочери уже 13 лет. Сколько? 14 скоро? 13 исполнилось. А, 13 исполнилось. И она все еще к нам ходит. Две другие предыдущие, Татьяна и Маша, ушли уже в 12. Таня до 14 была. Таня, да где там она была? Да даже фотографии у меня есть из детских, помню. Она была телом, но не душой. Да нет, а кого там она была? Она пришла просто, может, пришла один раз и все. А эта-то, видно, что ходит и будет ходить. Не отнимай надежду, мать. Я ее, наоборот, я ее поздравил. Ничего себе, я отнял надежду. А Таня, она уже замужем за визбужником давно. И Маша. И Маша тоже. Так что, что переживать тут. Нам переживание вот за Аполлинарию теперь. И причем имя такое дала, Вычурная Аполлинария. Ровно, как батюшка сказал по календарю, вот ровно на восьмой день. Матери, у меня к Вам обращение. Вот у нас отрок-то появился. Ну, нужно всецелое, попечение. Братское и сестринское. Поэтому не оставляйте его без попечения. И молитву, конечно. А живешь у Андрея, да? На ферме. Ему очень нужно посвящение. Хорчеваться. У него та же самая детская проблема, что он не понимает слов, которые мы ему говорим. Он не может их понять. Он, понятно, исполнить не может, потому что понять не же. Да. А в чем трудности? Главное, чтобы не сломался. Так, давайте дальше идем. Глядите. Глядите. Мы говорим сейчас, видите, о иерархии внутри небольшой общины учеников Христовых. Что же Господь, так как Он заповедал ученикам не ходить на пути к язычникам? Матфея 10,5 стих. А теперь видел, что язычники уже сами приходят к Нему, ибо эллины, желавшие видеть Его, без сомнения, были язычники. Причем в толковании говорится эллины, а в Слове Божьем еллины. Поэтому вы вопросами задавайте. Эллин, еллин, язычник, латинянин, римлянин. Все это в одну кошелку. Это все язычники. Что их там переворачивать туда-сюда? Кто сильно хочет узнать, я кратко могу рассказать исторический экскурс потом. То есть они все с одного котла. А римляне вообще всех перемешали в конечном итоге. И греки-то начали мешать. Они до Индии добрались. Греки. Как вам это? Македонский. Ну, Александр Македонский. Уже в Индию не пошел, потому что упал там со своего буцефала и заболел. Заболел, да. Но он уже видит, что нету. И его все вокруг. Слушай, но мы уже куда добрались-то? Как они тысячи миль-то вот эти считали? Ой-ой-ой. Это на конях на этих. Представляете, что у них там были за зады. А то и пешком. Это ноги стерлись до самых гламп. Столько ходить. И еще драться с каждым. Каждые племена хотят отставить свою независимость. И со всеми дерешься, дерешься. Причем не просто дерешься, а глотки резать надо было людям. Там же не постреляешь уже. Я представляю там, что были за мужики уже с ним. И они не выдержали. Расстояние вот этих не выдержали. Но Индия связана с Александром Македонским. Апостолом Господнем Фомой. Вот забрался же он туда, в эту Индию. И все говорят, а где он в Индии был? Оказывается, одним общим названием Индия включала в себя и Персию, и Среднюю Азию. Вот так раньше представляли Индию. Поэтому очень далеко было. Очень далеко. Кстати, я недавно смотрел документальный фильм. В 2017 году в Индии появилась православная община. Первая. Там были уже католические и так далее, которые от апостола Фомы были. А то, что православная появилась вот-вот-вот только ей. На филиппинах ходят причащенные. Ты видела, да? На филиппинах тоже недавно. И он по-русски разговаривает. Его, как же его? Климент, по-моему. А, Климент. Климент Нихамайя. Нихамайя. Нихамайя, да. Климент Нихамайя. И он все понимает. Я думаю, как он понимает? Он все понимает. В России в семинаре учился. Он в семинаре, да, учился. В Сретенской семинаре. Это, Сретенской. То есть прям индусы стали православными. Прям, да. И как он стал там... И жена... Жену гоняли. Жену гоняли. Он ее защищал. И в конечном итоге взял ее за муж. Эту девчонку. А она православная. Она... Я хочу вот именно православие. Ну, наверное, он здесь обратился. У нас... Нет. Когда учился. Нет. Приехал уже учиться обращен. Там приехал сюда. И когда он язык-то не знал, его никто не понимал. Этот... Сидит и рассказывает репто. И говорит... И никто не понимает, что у него в душе-то. Как... А он мне начал тогда писать по-русски. Что он думает. Я, говорит, прочитал. И просто ужаснулся. Величию Божию. Как так? Человек, который вообще... Другой культуры. У него такие глубины в душе. Господь поднял вот эти вопросы. И понимание его о душе. Вот. О связи человека с Богом. Именно истинным Богом. И когда он научился говорить. И он уже сидит, рассказывает сам. Более-менее связано. Невероятно. Просто Господь... Открыл Индию. И все-таки есть там немного. Слава тебе, Господи. Можно я пока начали про это? Книгу мы прочли. Мы в библиотеку в школе. Будем каждый месяц берем по три, по четыре книги. Бывает по пять. Вот. И попалась книга такая. Эдуард Качан. Потому что дети сейчас могут услышать. Эдуард Качан избранный. Это путь. Сын священника. Два сына. Один такой верующий. Благотошный. Изучал Библию. Все. Хотел миссионером быть. А второй бандюган. В девяностые годы он получился. Вот такой. Ну, бандит. И он попал, бежал от полиции, от милиции. Бежал на корабль. И там они перевозили наркотики. И он украл наркотики. И они его выкинули, короче, на лодке выкинули. И вот он до Южной Гвинеи, до этой, доплыл. Но они там плавали. И вот. Это что-то. И он превращается в миссионера. Вы представляете? Я сколько делаю вообще. В миссионера православного. Он обращает время вот этих вот папуасов. И он там проживает 20 лет. И его находит какой-то... Откуда он взял православный, если бы бандюган был? Папа, священник. Он слушал. А, слушал. Ну, понятно. Да, я понял. Он изучал. Он прислуживал даже сначала по несколько баллов и все. И он это знал. И когда он потом-то он перестал, а потом Господь, как его во время этих шкальки у него травмы там были. Кто только на него не нападал. Это ужас. И он лежал в этом... А там дожди же все время. Он лежал со сломанной ногой. Вот это вот не мог встать. И вот там вода доходила. И он вспомнил о Боге. Это не книга, это шедевр, я вам скажу. Просто с ним переживаешь. Ты с ним рыдаешь. И он делает операцию. А он выучился на врача. Ну, такого. И он делал... Фильсер. Операцию. А там они как лечили? Они изгоняли духов. Вот человек заболел, они с этими копьями скачут над ним и кричат, и в барабаны бьют. А он увидел, ему жалко стало. И он украл ночью. Он думал, убить хотят. Но они бы правда убили, если бы он не поправился. И он украл. А у него чемоданчик они ему дали, егошний. Выкинули его. Он же как врачом на это судно-то устроился. Они ему выкинули чемоданчик, у него там антибиотики были. И он этого папуаса-то с чего началось? Он его вылечил. А потом он дочку свою притащил, ее тоже так же. Это у него аппендицит. И он ночью при свете вот лучины, он ей резал аппендицит, а у него один флакончик антибиотиков только был. И обезболивающего уже не было. Отец ей папашке дал чем-то. Это вообще... Понимаете, какой это... Вроде на натуральных событиях это настолько интересная работа. Подожди, а какие времена? 20-й век? Вот мой ровесник. И вот он прожил, там 20 лет он женился, у него три сына. И попадает вот этот американский туда миссионер случайно. И его там встречает. И он пишет с ним письмо. Он уже настолько износился вот в этом чужом климате. Он уже чуть там не присмерз. И он брата вот этого Петра вызывает, говорит, им очень нужен священник. Мы подготовлены, но у нас нет. Мы собираемся, мы молимся все время. Мы вспоминаем о Христе, там, но у нас нет непричастия, у нас нет службы. Я тебя прошу приедь. Может меня еще застанешь. Я хочу уйти исповеданным, причащенным в Царствие Небесное, чтобы меня отпели. И вот на этом книга заканчивается, вот на этом письме. То ли приехали, то ли нет, я не знаю. Ну очень интересно. Это около 800 страниц, может быть, больше. А где-то какая библиотека, куда вы ходите? Башунова, вот на Ленинском. Обычная библиотека. Вот напротив Никольского храма. Как название еще расскажи? Библиотека имени Башунова. Нет книги. Эдуард Качан, избранный. 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 Очень интересно. Избранный, взрослым и детям. Ну это реально реальные события. Похоже так. Ну мы с Полиной захлеб просто читаем. По очереди. Один делает что-то, другой читает. Потом меняемся. Там ему вкусные, главное, про пророков Иона идет. Он не хотел же проповедовать Иона. И он говорит, я боюсь, но надо идти проповедовать. И он с этого пророка берет вот пример. И там много что вот таких вот интересных библии сюжетов, перекрикающихся. Там и Писание упоминает все. Интересно. Так. Все, да? Да. Просмите. И так. Что же Господь, так как Он заповедал ученикам не ходить на путь к язычникам, а теперь видел, что язычники уже сами приходят к Нему, а иудеи строят ему ковы, говорит, время наконец идти на страдание, ибо наступило время креста, с большой буквы, чтобы прославился Сын Человеческий. Два слова с большой буквы. Какая польза не принимать язычников, приходящих к нам, и навязываться иудеям, ненавидящим и гонящим. То есть сначала была одна программа Господом заложена. Идем к иудеям. Он говорит, погибшим овцам дома Израиля. Вдруг, ну все знают Слово Божие из них, ходили там, причащались, исповедовались в храм, все правильно делали вроде бы. А нет. Оказалось, гонят и гонят его, и гонят, и гонят, и никто не приходит. Наоборот, 6 глава, Евангелие Тавны 66 стих, помните? И все отошли от него, и осталось 12 учеников, всего 12. Он их еще спросил, Господь. Ну то есть, значит, что-то было, что он их спросил. А вы не хотите отойти от меня? Апостол Петр что сказал? У тебя глаголы вечной жизни. У тебя глаголы вечной жизни. Запомните все эти слова, должны постоянно у вас летать. Ночью поднять тебя. Где глаголы вечной жизни, я не знаю, кроме Христа. Все вот так. Только так. Поэтому они остались. У них была вера в то, надежда в то, что Господь показывает им прямой путь. Они не знали, что он Бог. Они не знали, что он Бог. Они не знали, что он Бог. Запомни это крепко-накрепко. Но они были верующими людьми. Они же не одноказались. Они слышали его слова, сравнивали их со Словом Божьим. Они Писание знали. И понимали, что он им показывает правильный путь. И поэтому они поставили его своим учителям, своей душе. Понятно? Христос был в душах учеников учителем. Страх Божий не давал им перешагнуть эту грань между Господом и ими. Они понимали, что он другой. Ну, мы же твои ученики. Мы как за панибрата, знаете, у нас там. Ну, ты там, что там. Нет, нет. У них этого не было как раз. И так как они эту грань не могли перешагнуть, то есть они отделились и понимали, что он учитель, а не ученики. Внутри их маленькой группы тоже образовались такие грани. Вот сейчас это показано. Поэтому вот эта грань, она не должна человеку, если он имеет страх Божий и Духа Святого, не должна позволить перешагнуть. А Златоуст говорит так. Ученик не выше учителя своего. Не может ученик быть выше учителя своего. И поэтому это надо запомнить. Если ты от кого-то научился, выше него ты не можешь быть. А для чего это? Чтоб зависть не обуяла тебя. Ты должен быть спокойным, скромным, смиренным перед этим человеком. А пред Богом, Бог это другая вообще грань. Почитать другого выше у себя. Аминь. 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 Вот это да. Я вспомнил Евангелие Атьяна в 4 главе. Это когда Господь беседовал в Самарянке возле колодца. И ученики подошли, но, говорят, боялись спросить у него. То есть вот это, про который бежать, вот это уважение внутри страны. Он разговаривает, могли бы подойти и сказать, ты что тут разговариваешь с Самарянкой? Могли вполне, да, конечно могли. Они не стали. Почему? Господь просто так ни с кем не разговаривал. Да, все, уже закончено осталось. Запомните, Господь просто, вот о чем попало, не разговаривал. О болячках он разговаривал, Господь. О болячках он разговаривал, иди не греши. Да, разговаривал, разговаривал. Конечно, говорили. А 11 глава мы только что прошли, про Лазаря. Еще как разговаривал и плакал еще стоял. Но сколько он разговаривал? Вот сколько надо? Все, больше не надо. У нас есть вот врачи. Вот врачи нам скажут, что надо. Вот они подсказывают из-под воли. Слушать только надо. Виктор Андреевич вообще целые программы. У нас еще фауры есть. Тоже. Сейчас Господь даст им. Вот они начнут работать. Может, в Барнаву приедут. Куда мы попали? А, вокруг только будет. Ты такой, как в маслице. Вокруг скальпель. Все, живенький, бодренький. Суставы все стоят. Внутри вырезали, что надо. Вставили, пришили. Все хорошо. Надломили. Надломили, да. Типа Александра Шацкого. О, Александр Шацкий. У него палочки такие. Он прям как вставит в спине. Капитально. Вот сейчас бы, да. Братовая с удовольствием. Итак, дальше. Какая польза не принимать? Не принимать язычников, которые добры к тебе. И хотят узнать о большего. И не знают. И спастись. И евреи, за которыми ты бегаешь, охотишься, чтобы их спасти. А они тебя не просто оплевывают. Они тебя убить хотят. Так что, смотрите, не дойдем ли мы до этого состояния. Ибо очень несправедливо было бы ничего не давать язычникам, жаждущим слова и спасения. И изобильно давать иудеям, которые попирают даруи моим и умышляют зло благодетелю. Благодетелю с большой буквы, то есть Богу. А благодетель кто это? Сам Христос. Значит он Бог. Потом, чтобы ученики не соблазнялись тем, что он умирает тогда, когда начали приходить и язычники, не соблазнялись. То есть как так, Господи, все нормально, начинается, кажется, жизнь самая, деньги пойдут сейчас, ну тебе слава будет. Он говорит, это самое, он говорит, это самое, то есть смерть моя еще более увеличит веру язычников. Игнатий Тихоновичу говорят, вот вы умрете, и с вашей общины что будет, развалится же? Без вас-то ничего не будет. Я ничего не понятно. Игнатий Тихонович говорит, постоянно отвечает, да еще лучше будет, поди. Дополнение того, что там деньги, слава, это все было бы учеников. Но конец-то какой был у всех, кроме Яна Богослова? Крест? Ну, мы имеем в виду деньги, какого плана деньги? Это благотворительность. Да, ну я имею в виду. Средства на благотворительность, чтобы люди, которые рядом, так же нищета тогда была, голод везде повсеместно был. Там нет урожая, там нет урожая, там какие-то болезни напали, там война, там мелкие банды даже были, которые могли целую местность держать возле. О чем там говорить. И вдруг находятся люди, которые ходят, и бесплатные обеды там и так далее. То, что сейчас делается, везде церквами, и даже католические церкви там, особенно католические. Вот в Индии там это была, вот эта святая, Тереза-Матерь, да. А она там вот этими и начала, что, начала кормить. Сама-то, что там, ничего не ела. Волонтеры тоже кормили других. И люди увидели это. Я имею в виду, чем закончили апостолы, тем может и наша община закончить. То есть так. Я не плюю, уже начитал Николая Николаевича. Точно так же, то есть и советские, все разогнали всех. Кого поубивали, кого пересажали, кого разогнали. То есть так что. Поэтому, Игнатий Ильич говорит, еще лучше будет. То есть так вы никто, как он тут сейчас нас осадил. В Царство Небесное. А так вы все войдете в Царство Небесное. Разгонят вас самостоятельно. Пульку в лоб и зеленкой не помажут. А, кстати, мы так и не распределились по группам. Так, подождите, дайте дочитать сначала. Он говорит, это самое, то есть смерть моя, еще более увеличит веру язычников. Вот так. Ибо как пшеничное зерно, тогда приносит много плода, когда быв посеяно, умрет. Так. 8, 8 уже ближе число. Ну давайте, кого не было легче. Фомы не было. И Лука с Клиопой пошли ломать. А Лука и Клиопа, они не из числа 12. Итак, апостол Петру там где-то сообщили. Апостолу Петру, он еще не дошел до них. Так, нету его. Ну, Иуда повесился, понятно. И почему-то нету Фомы. Фома в Индии, ему все куда-то было далеко улететь. Где он был, не знаем точно. И сколько получается? Сестра говорит, 8. 9 получилось. 9 человек было братьев, учеников Господних в этот момент. Вот в этом самом доме, который был запят, 9 человек было. Запомните просто. Когда-то пригодится, кто-то может этому удивиться и скажет, а, так они не все там были. Конечно, не все. А вот можно спросить. Вот апостолы не знали, что Христос Бог. А вот когда Петр сказал, ты сын Божий, он сказал, не плоти кровь тебе открыли. Но отец мой, поэтому назовешься ты Петр, а не Камень Петр. А он был Симон. Ну, значит, получается, понимал, что он сын Божий был? Ну, надо понимать, что такое сын Божий было в их умозрении. Кто такой сын Божий? Вот я то, что говорил о грани, которые они не переходили. Вот эта грань вот как раз сын Божий и показывала. И этому македонскому сказали в оазисе Оммон о том, что он сын Божий. И он стал другим человеком. Он был царем Македонии. Он уже захватил страны. Малую Азию все уже тогда почти захватил. Уже Иерусалим. Тир уже захватил он. Он уже Египет захватил. Много захватил. А еще гордость к нему не пришла. И вот его жрецы убедили, что он сын Божий. А он знал, матерь ему говорила, твой отец Зевс. Ну, он к этому относился, как все греки. Несколько сбалмошно. И тут ему еще в оазисе говорят жрецы египетские. Твой отец Бог. Бог саму солнце. А оно солнце не солнце на самом деле. Это как Бог там. Просто мы не понимаем. И все. И человеку зашла гордость. Пришла. Иоанн Креститель сказал, что Христос идет впереди меня. Христос сказал о Христе. И в этот момент должны были понять, что он говорит о Боге, о Боге. Почему? Выше пророка не восставало, чем Иоанн Креститель. Постепенно Господь довел пребывание Духа Святого в людях до такой стадии, что выше Иоанна Крестителя никто не мог иметь благодать Духа Святого. Все. Следующая ступень какая? Сын Божий. То есть Бог сам. Вот такими ступенями Господь подвел к самому себе людей. Еще не было ни изображений человеков. Никто еще этой святости не удостоился быть в раю. И вот Иоанн Креститель. Вот такой вот персонаж у нас библейский Иоанн Креститель. Очень неоднозначный. Он такой странный. И когда Господь сказал этим иудеям, говорит, ну скажите, кто был Иоанн Креститель? От Бога или не от Бога? И они не смели даже сказать ему, что не от Бога. Они хотели это сказать. Да, конечно, не от Бога. Мы же завидуем. Ничего себе. К нему столько народа шли. А к нам никто. Весь Иерусалим, говорит, к нему стекался. Весь Иерусалим. Извините. Это 200 тысяч, а может и больше людей. Так туда постоянно гости приходили. Они шли, видят, куда поток идет людей. Вы куда? Я вам Крестителю, наверное, отдам. Кто такой? Как кто? Это же пророк восстал. 400 лет не было пророков. 430 лет не было пророков иудеи. А что он такое делает? Да что он делает? Он как скажет слово. Мурашки по всему телу. Столбенеешь вот так вот и застываешь. Это Дух Святой так делал. Мы просто не представляем, какой он был. Представляет просто в этих картинах. Какой-то лохматый вот такой. Глазище вот такие. Худой такие. Руки, ноги торчат. И что-то там. Ребята, ну что вы комиков делаете? Иоанн Креститель, когда ты бы к нему подошел, у тебя бы просто душа в пятки опустилась. Он когда показал и сказал, вот Агнец, который берет на себя грех мира. Ну, он возопил это. Все посмотрели на него, на Иоанна Крестителя. Двое только посмотрели на Христа и пошли к нему. Почему? Ну, до такой степени все были поражены его насыщенностью, благодатью Божьей. Сейчас бы сказали харизма. Ну, вот Игнат Тихонович, когда с ним разговаривает, я просто видел людей. Да и сам я могу это сказать. Он так с тобой общается, что никто так не общается. И ты понимаешь, это что-то новое. А о вас говорим, Игнат Тихонович. Я вспоминаю, как вы меня встретили, помните? Нет, конечно, откуда он помнит. Он и так шел-шел за угол, завернул на Димитрова. Там в конце-то где этот опь, этот. И туда, вниз, когда идти. А тетя Алла, вот-вот из Магадана, Игорь. Он такой, погоди, Алла, погоди. И дальше идет, заворачивает такой, я так заворачиваю. Он стоит вот так вот ко мне. И такой, паспорт есть? У меня до такой степени было. Думаю, дедушки, зачем тебе паспорт? Думаю, а у меня с собой все. Я же с Толоми приехал. Я паспорт достал, вот так, осмотрел. Ладно, на, держи, пригласишь его к нам. Пошел, повернулся и пошел. А тут, когда из Москвы-то было, писал статьи-то. А дежурил Игорь. Он говорит, паспорт, а что такой строгий? Это было написано, до того, боже, нету. Кстати, надо его тоже записать, забыли. Так, паспорт с собой? Нет? С собой нет. Как мне? Чего вы такие строки? Лена, у него паспорт есть?